Вот так армия России нанесла точный удар по универсальной передвижной вышке и пусковой установке С-300 ВСУ в Харьковской области. На видео отчетливо видна мощная детонация боеприпасов. В самом Харькове тоже фиксируют прилеты. В результате здание спортивного колледжа, которое использовалось в качестве ПВД украинских формирований, разрушено. Кроме того, ФАБы применили показачьи лопани и волчанскую. Покажем кадры ночной работы украинских спецслужб на месте после прилета. Местные волонтеры поделились видео из приграничного села Казачья Лопань в Харьковской области, откуда ВСУ ведет обстрел приграничных районов Белгородской области. Судя по всему, туда в последнее время много и сильно прилетает. Казачья Лопань. Цекавый населенный пункт. Он находится в трех километрах от кордона с Российской Федерацией. А это напрямок на Дергачи. Бачу, что тут очень много руйнований, много домов сруйновано. Вы смотрите ЛНТВ 24. Меня зовут Гульнара Хабирова. Собрала информацию о том, как армия России стирает в пыль позиции ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. В эти дни удары активно наносятся по Харькову. Украинский мэр Терехов в истерике сообщил, что обстрелами разрушена уже практически вся коммунальная и частная энергетическая инфраструктура. Однако успокоил местных жителей словами, что ни власти, ни военные не видят поводов для эвакуации из Харькова. Город, мол, переживал и более сложные времена. Ковчанка заявила местным журналистам, что в прилетах виновата не Россия, а те, кто начал обстрел жителей российского Белгорода. А не надо радоваться и кидать туда тоже. Чекайте, а 24 лютого сранку по нас прилетело то, что мы что-то другое. Девушка, у нас с вами разные взгляды. Я считаю, с соседями надо жить дружно. Нет. А давайте вы, ну, попробуйте мне ответить. 24 лютого сранку по Харькову прилетело через то, что... Я не хочу комментировать эту ситуацию. Я за тут, чтобы жили дружно. За такое мнение жительницу Харькова уже обвинили в коллаборационистской деятельности и завели дело. Еще российские войска 31 марта авиабомбами уничтожили в Запорожской области мост, который обеспечивал снабжение ВСУ. Кадры впечатляют? Прямое попадание на мост. Пипец, что робится. Ракета. Все. Обратите внимание, насколько точно был совершен удар. Причем с первого раза. Если раньше российские ракеты приземлялись на расстоянии 100-200 метров от цели, то в последнее время удары наносятся с ювелирной точностью, отметил директор украинского энергохолдинга. Точность ракет выражает. Разбег метр. Если раньше это было 100 метров, 200-300, сейчас это просто пролетает метр на метр. И, на жаль, не удалось сбыть эти ракеты. И наследки просто колоссальные. Покажем, как ФАП-250 с УМПК применяют по посадке, где расположены позиции ВСУ. Можно заметить, увеличивается не только количество применяемых планирующих авиабомб, но и растет точность попаданий. К слову, на Западе в ужасе от того, что армия России показывает на фронте, Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией предстоящим летом, пишет британское издание. По мнению авторов материала, западные союзники Киева понимают, что Украина проигрывает в конфликте и может потерпеть полное поражение через несколько месяцев. Ну а как будут развиваться события дальше, обязательно расскажем в следующих выпусках. Рекомендую подписаться на наш канал.